Да, на турбине стоит новый актуатор, значит мы делаем какой вывод? Совершенно верно, она ремонтировалась. Но что-то, видимо, пошло не так. Нужно было бы заменить только электромагнитный клапан. Самое интересное впереди. Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале Ремонт Турбин 24, и с вами я, Роман. К нам в ремонт приехал автомобиль Ford Mondeo 4-го поколения, рестайлинг с двигателем 2 литра турбодизель. Жалоба у него, горит лампа неисправности, и периодически автомобиль падает в аварию, и отключается бессистемно турбина. Пробег на автомобиле чуть больше 200 тысяч километров. Ну и давайте же за вами посмотрим, что же могло привести к неисправности турбины на 200 тысяч плюс километров пробега. Поехали! Прежде чем подключить сканеры, почитать неисправности, давайте-ка проверим уровень масла для начала. Осмотрим подкапотное пространство, и поднимем машину на подъемнике, посмотрим снизу, в каком там все состоянии. Уровень максимум. Подкапотное пространство пыльное, мотор не мыли. И это хорошо, с одной стороны, потому что он, в принципе, сухой здесь сверху, запотеваний никаких не видно, небольшое запотевание. Правда, вон электропроводка, она вон запотевает. Что это такое? Что-то пролили, наверное, на нее сверху. Провод. Жгут проводки в масле. Ну, по проводам же у нас масло не течет. Не течет. Значит, делаем вывод какой? Кто-то что-то пролил. А так, по трубке, да, внешне небольшие запотевания есть. На впуске запотевания. Но не критичные. Для 200 тысяч-то. Сейчас осмотрим еще на интеркулер. Посмотрим. Да, вроде тоже там такие небольшие запотевания есть. Давайте поднимем, посмотрим снизу. Повнимательней. Так, интеркулер запотевает спереди, видите? Это нехороший знак. Скорее всего, он не герметичен. Да, на турбине стоит новый актуатор. Значит, мы делаем какой вывод? Совершенно верно, она ремонтировалась. Но что-то, видимо, пошло не так. Мне кажется, что просто поменяли актуатор. И снять. И здесь, сзади, да, компрессор вроде бы сухой. Потеков масла в нем нет. Более детально рассмотрим все, когда снимем. А владелец ничего не говорил? Как он ездит? Что он там регулярно делает? Того нерегулярно? Ну, судя по всему, так машинка-то ухоженная. Машинка ухоженная, да. Здесь человек поехал в Крым. У него высветилась ошибка по дороге. А, он решил оттянуть отпуск чуть-чуть? Нет, он доехал до Крыма. Поменяли там клапан на турбокомбреции. Да, мы это видели, да. Да. Но эффекта не дало. А, не дал эффекта? Нет. Заедание исполнительного устройства в закрытом положении. То есть, здесь система управления. Ну, тогда это может быть следствие неисправности. Да, следствие, да. Основное вот это. Да, механическое заедание. Понятно. Ну, а в любом случае, без снятия турбины мы устранить это... Ну, тут есть, попытаюсь уже. Человек просто потратил деньги. Здесь трубокомпрессор на съем, и все остальное... Вот, ну, к сожалению, да, владельцу малой кровью обойтись не удалось. Поэтому давайте дождемся снятия, разборки, дефектовки. И посмотрим, что же там случилось с этим турбокомпрессором. Так, откуда течет привод? Мы видим сальник привода. Ну, надо же рекомендации написать. Сочленение, кстати, где патрубки одеваются на интеркулер, чуть запотевшие, но не смертельные. Но все равно, если он снаружи мокрый, ну, запотевший, то он уже не герметичный, там не должно быть такого. На местах стыка еще более-менее допустимо это вот такое состояние. Но если это в большем количестве, как мы видели с вами, это недопустимо, такого быть не должно. А так все здесь более-менее сухо. Ну, за исключением течи сальников. Все, не мешаем, отходим. Субтитры сделал DimaTorzok И на первый взгляд все неплохо. Сухая, масла нет, явных прилетов тоже нет. С выхлопной части вроде все ничего. Сухо. Ну и на впуске тоже так же. Все, сейчас отнесем. Чуть увеличен люфт. Ну ладно, давайте отнесем на разборку. Там продефектуем, более детально посмотрим про все это. Самое интересное в этом автомобиле нужно было изначально проверить электромагнитный клапан управления турбокомпрессором. Сейчас мы это сделаем, но он неисправен. Электрически он работает. Вот эта скважинность, которая у него пошла. Механизм. То есть она должна подниматься вместе, то есть он должен плавно открываться и сбрасывать этот вакуум постепенный. Он должна и красный идти между темной, темно-зеленой линией и светло-зеленой. Он у нас идет по низу. То есть он не работает абсолютно. Вот там что-то дергаться пытается, но не поднимает. Клапан неисправен. Теперь обратно пойдемте в цех разборки и более подробно поговорим, почему же эта турбина была неисправна и почему мы ее все-таки сняли. Хотя чисто теоретически, для того, чтобы автомобиль отпустить и он уехал, нужно было бы заменить только электромагнитный клапан. Самое интересное впереди. Неисправности по турбокомпрессору большой мы не обнаружили. То есть теоретически здесь все исправно, за исключением того, что начинало выгонять масло и при вращении в картриджи закусывал вау. Было большое усилие, такого быть не должно, это ненормально. Рано или поздно это пришло бы, но турбина бы так долго не проработала. Она бы вышла из строя. Но почему все-таки было принято решение снимать турбину? Изначально, когда владелец поехал на машине и у него загорелась лампа неисправности, турбина перестала работать, он доехал до местного назначения и там в сервисе ему приговорили к замене вот этот актуатор. Но на самом деле проблема была не в нем. Проблема была в электромагнитном клапане. Мы его с вами только что проверили и он оказался нерабочим. Поэтому чисто теоретически можно было бы поменять только один клапан и отпустить машину. Но долго ли бы этот турбокомпрессор проездил? Мы в этом не уверены. Почему? Потому что, во-первых, при замене вот этого вакуумного актуатора его поставили без регулировки. То есть турбину не снимали и турбокомпрессор после его замены никто не регулировал. Поэтому для того, чтобы он работал нормально, его нужно было бы все равно демонтировать и на стенде отрегулировать. Наши рекомендации на этом турбокомпрессоре это замена ремкомплекта компрессорного колеса, турбинного колеса в сборе с валом, чистка и мойка геометрии. Ну и, соответственно, замена электромагнитного клапана. Все детали турбины у нас в обязательном порядке проходят в мойку и пескоструйную обработку. Вот, как пример, после пескоструйной обработки детали выглядят практически как новые. И геометрия также мы ее почистили от пескоструй. Вот она в отличном, прекрасном состоянии. Будет работать еще долго и счастливо. Ну, почистили вал, помыли, да, небольшие следы перегрева имеют место быть. Но поскольку он стальной, на местах качения особо сильных следов износа не видно. Но поскольку втулка бронзовая, она мягче, чем сталь, на ней, естественно, за 200 тысяч небольшие следы износа имеются. Пока Иван собирает турбокомпрессор, я напомню вам, что у нас есть рассрочка на монтаж-демонтаж и ремонт для физических лиц сроком на 12 месяцев. Не упускайте такую возможность, пользуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok После сборки картриджа он в обязательном порядке проверяется на добалансировочном стенде. А после того, как турбина будет собрана, мы ее поставим на регулировочный стенд и отрегулируем. Субтитры создавал DimaTorzok Картридж отбалансирован, турбина собрана и настроена. Пойдемте вниз, будем ставить на машину. После установки турбина, естественно, перед запуском двигателя нужно выполнить холодный запуск, холодную прокрутку. Для того, чтобы турбина набрала масло и в масляной системе поднялось давление. Давайте же сейчас это и сделаем. Поехали. Осталось почитать коды неисправности и проверить снизу отсутствие течения. Ну да, на турбокомпрессоре установлен новый крепеж. Это естественно, потому что старый закисает, окисляется и не откручивается. Поэтому мы каждый раз при установке турбокомпрессора нового или при ремонте используем новый крепеж. Нам нужно коды посмотреть. Есть коды, но кодов быть не должно, по идее. Нет, они могут быть старые, которые были. Сейчас есть, его надо почистить, проехать, протестировать и уже потом прочитать. Ремонт автомобиля закончен. На нем был выполнен ремонт турбокомпрессора. Турбокомпрессора заменили еще масло и масляный фильтр. От других работ владелец отказался. Что хочется сказать по поводу подобных ремонтов. Изначально на этом автомобиле турбокомпрессор можно было бы не снимать и не ремонтировать, если бы первый раз была правильно проведена диагностика и выполнен ремонт согласно этой диагностике. А поскольку здесь, в сервисе, куда первый раз обратился владелец, заменили актуатор, который, в принципе, не дал никаких абсолютно результатов, нам и пришлось снять турбину для того, чтобы ее настроить. А поскольку пробег на автомобиле превышает 200 тысяч, то турбина уже по-любому имеет какой-то естественный износ. Но и для того, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, клиентам было принято решение отремонтировать этот турбокомпрессор. Что мы, в принципе, и сделали. Теперь он будет ездить долго и счастливо. А вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok